Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван. Рассада растет, прям бушует полным ходом. Сезон выращивания растений в самом расцвете. Подготовка к посадке в открытый грунт, хотя до нее еще, по крайней мере, может быть и месяц, и полтора, и два, в зависимости от того, в какой зоне вы находитесь. Но заядлые овощеводы и цветоводолюбители уже дома имеют полные огороды всевозможной зелени. И, конечно, не только нам приятно выращивать эту зелень и любоваться ею, но еще очень приятно многим вредителям атаковать эти молодые, ничем не защищенные растения, поедать их, подгрызать им корни, высасывать все соки, лакомиться ими. Одним из мощнейших средств, обладающих инсектицидным действием, то есть способным убивать, отпугивать, изгонять насекомых-вредителей, а также в некоторой степени и окорицидным действием, то есть избавляться от паутинного клеща, обладает масло корицы. Масло, эфирное масло корицы бывает двух типов. Оно может быть из листьев корицы, тогда его запах больше похож на запах гвоздики, и из коры, то есть из той пряности, которую мы используем. В этом случае запах ее больше похож на запах коричных булочек, то есть той корицы, которую мы используем как пряность. В принципе, и то, и другое масло является эффективным, однако же масло корицы из коры с таким приятным коричным запахом является более эффективным. Поскольку во всем мире экологизация земледелия является очень популярной темой, в принципе масло корицы достаточно хорошо изучено, изучены его инсектицидные свойства. Если переборщить с растительными средствами, с натуральными средствами, в этом тоже не будет ничего хорошего. И масло корицы является достаточно мощным как репеллентом, то есть веществом отпугивающим насекомых, в том числе комаров, так и инсектицидным, который их непременно убивает. Поэтому, поскольку оно такое мощное, очень концентрированное, увеличивать дозу относительно той, о которой я буду говорить, не стоит. Потому что есть риски, особенно если под прямыми лучами солнца находятся ваши растения, вызвать ожоги растений. Поэтому не стоит превышать дозу. Масло корицы не смешивается с водой непосредственно, поэтому для приготовления раствора масла корицы нам понадобится какой-то эмульгатор. В качестве эмульгатора лучше всего использовать или же жидкое мыло, средство для мытья посуды, или же зеленое или твердое хозяйственное мыло. Средство для посуды в среднем понадобится 1 столовая ложка на литр воды. А зеленого мыла или хозяйственного мыла 1 чайная ложка на литр воды. Вливаем и тщательно перемешиваем. Наиболее эффективная доза коричневого масла для использования в качестве инсектицидного средства для растений – это 1%. Вот такой вот флакончик масла, ну стандартный, как правило в гипермаркетах, магазинах продаются именно такие, содержит 10 мл. Соответственно, на 1 литр нам понадобится полностью весь флакончик для того, чтобы приготовить адекватный раствор для изгнания целого комплекса насекомых-вредителей. После того, как мы добавили в наш раствор масло, необходимо все тщательно смешать. При этом раствор может приобрести такую молочную полисценцию. Это будет означать, что масло как следует сэмульгировалось с теми компонентами эмульгаторов, которые мы туда добавили, ну то есть с мылом. Создался тот самый хороший раствор полезный, и мы можем его использовать против насекомых-вредителей. Этот раствор в достаточной степени эффективен против тлей, трипсов, против почвенного комарика, против таких специфических, ну они не совсем вредители, но все-таки часто заводятся в горшках, они называются колемболы или подуры их часто называют. Такие беленькие, прыгающие, ну как бы червячки, но на самом деле это насекомые. В значительной степени масло корицы помогает изгнать даже нематоду из ваших горшков, а уж тем более из открытого грунта. Вы можете пользоваться этим раствором как во время выращивания рассады, так и во время выращивания растений у себя в теплице или в открытом грунте. Если вы используете в закрытом грунте этот способ, то конечно он очень эффективен, потому что пары масла накапливаются в воздухе теплицы, несмотря на проветривание, они уходят очень медленно из теплицы и тем самым обеспечивают длительный эффект. Что касается открытого грунта, то здесь конечно периодически надо осматривать растения и если насекомые-вредители вернулись, повторять такие обработки. Как я уже сказал, эта обработка будет в достаточной степени эффективной и профилактикой, и лечением паутиного клеща. Если в открытом грунте, на плодовых деревьях, скажем, мы можем поработать и какими-то более жесткими препаратами, тем же препаратом ПФК Лерос от того же клеща или на смородине тоже, то в условиях квартиры особенно использовать подобного рода средства, которые очень резко пахнут неприятно или обладают токсическим действием, конечно, нежелательно. Что же касается масла корицы, то запах масла корицы наполнит вашу квартиру. Это приятный аромат, который успокаивает нервы, который оздоравливает, который обладает очень сильным антисептическим свойством. Ну, я сейчас вообще ношу это масло корицы все время с собой, капаю его на ладошки, растираю. Очень осторожно надо быть с попаданием масла неразведенного на кожу, потому что оно обладает таким пекучим действием, раздражающим. Поэтому будьте осторожны с нанесением на кожу, чтобы ни в коем случае не попадало на слизистые, ну и на тонкую кожу. Но я, когда растираю его на ладошках, я его не ощущаю. Я его растираю в ладошках вот таким вот образом, несколько капель капаю и вот так вот растираю и вдыхаю как следует. Ну, я считаю, что это хорошая профилактика бактериальных, вирусных инфекций, которые респираторные, которые передаются по воздуху. Конечно, серьезных медицинских для этого оснований может быть и нету, но я так чувствую, по крайней мере, я себя хорошо, уверенно чувствую. Если захожу в транспорт еще куда-то, бог с ним, что от меня пахнет корицей, пусть пахнет. Это не самый гадкий запах, который можно уловить в общественном транспорте. Одним словом, я вам очень рекомендую использование этого метода борьбы с насекомыми вредителями. Также он поможет вам сдерживать развитие грибковой инфекции. Он экологичен, безопасен, полезен для здоровья растений и для вашего здоровья тоже. Что ж, надеюсь, ваши растения будут в полном порядке и вы тоже в это неспокойное время минете опасных заболеваний, но вроде бы всяких нехороших вирусов, которые нас окружают. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok